Вымогали у шахтеров и обворовывали металлургический комбинат. Полицейские пресекли деятельность членов организованных преступных групп, действовавших на объектах кормет. По информации оперативников, они занимались хищениями на объектах металлургического комбината. Установлена также причастность к тяжким преступлениям, в том числе в отношении работников комбината. Подробности в сюжете. Министерство внутренних дел на постоянной основе проводится работа по недопущению влияния криминалитета на промышленные предприятия регионов, а также изобличению преступной деятельности групп, связанных с хищением товарно-материальных ценностей. Информация о том, что на крупнейшем стране металлургическом комбинате АУ «Кормет» орудовали преступные банды, начала всплывать из оперативных сводок. Еще в марте прошлого года разлетелась информация о пресечении деятельности многочисленной организованной преступной группы, состоящей из десятков человек, был задержан и лидер группы. Они наладили преступную схему хищения металлопродукций АО «Кормет». А в августе прошлого года оперативники задержали лидера и 27 членов еще одной преступной группировки. Они также обворовывали металлургическую компанию и оказывали негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе. По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершениями тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено. Дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд. В декабре прошлого года ликвидирована преступная группа, участники которой освоили еще один вид преступления. Они занимались вымогательствами у шахтеров АО «Кормет» в Абайском районе. А уже в апреле текущего года МВД, КНБ и СГО задержаны члены группировки, наладившие криминальную схему похищению денег. Средства воровали в особо крупном размере. Преступная схема заключалась в поставках несуществующих товарно-материальных ценностей через подконтрольные подрядные и охранные организации. Ущерб оценивается более полутора миллиардов тенге. Задержания и обысковы мероприятия одновременно проведены в городах Караганда, Тимиртау и Алматы. Участники взяты под стражу. В целом, в текущем году в Тимиртау полиция успела провести три оперативно-профилактических мероприятия «Безопасный город». Раскрыла 23 ранее совершенных преступления. Задержала 9 разыскиваемых преступников. Выявила свыше 3,7 тысяч административных правонарушений. Важным стало, что в итоге всей осуществленной работы полицейским удалось снизить количество краш на предприятии АО «Кормет» на 46%. Организация работы по недопущению хищений с градообразующих предприятий находится на особом контроле, отметили в Министерстве внутренних дел.